На комиссию по профилактике правонарушений были приглашены представители силовых структур и сотрудники администрации, отвечающие за профилактическую работу по недопущению роста преступности среди всех слоев населения. С анализом криминогенной обстановки на подведомственной межмуниципальному управлению МВД России Щелковской территории выступил представитель полиции Александр Тетеркин. Приняты меры в повышении взаимодействия с органами власти и самоуправления, правоохранительными структурами и другими заинтересованными организациями, учреждениями и бедностями в вопросах борьбы с преступностью и охраной общественной порядки. Поднимаемые меры в пособстве стабилизации комменогенной обстановки на территории межмуниципального управления достижения положительных результатов. Еще одна тема заседания – правонарушения на железнодорожном транспорте. Здесь речь шла о так называемых зацеперах – подростках, которые цепляются за поручни, лестницы, подножки и другие элементы поезда. Они могут ехать на крыше, на открытых переходных и тормозных площадках с боковых и торцевых сторон вагонов. Начальник линейного отдела полиции МВД России Александр Лебин сообщил, что сотрудники полиции совместно с администрацией, надзорными органами и представителями РЖД выявляют проблемные участки железнодорожного сообщения, а также на регулярной основе проводят рейды по задержанию нарушителей. В докладе было отмечено, что данная работа дает ощутимые результаты. За указанный период несовершеннолетних жителей в Львовском округе, занимающихся зацепами, выявлено недавно. На участке оперативного обслуживания управления находится 27 платформ. Протяженность участка составляет более 75 километров. Здесь курсируют более 300 поездов дальнего и перегородного следований, а также более 20 грузовых поездов. В текущем году с основными линейного отдела полиции выявлено 10 несовершеннолетних жителей Щелковского района, в частности МОД Щелково, Василий-Петровский, за переходы ЖД ГУДИ вы установлены для перехода вниз. Квозь за совершение государственного правонарушения присутствует на статье 11.1, часть 5. Члены комиссии решили дополнительно провести профилактические беседы с родителями в школах для предотвращения травматизма на железнодорожном транспорте. Андрей Циханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.